В феврале 2017 года проект взял свой старт. В первую очередь учитывались мнения самих горожан. В копилку народных инициатив тогда поступило 49 предложений. За 4 месяца экспертной группе удалось собрать пожелания лабытнанцев, составить их рейтинг, провести общественные обсуждения, по их итогам определить конкретные проекты, провести экспертизу, выйти на торги и определить подрядчика. Одним из первых проектов городской среды стал открытый спортивно-досуговый комплекс «Старт». Эта долгосрочная идея взяла свое начало еще в 2011 году, когда после проведения конкурса творческих работ на соискании премии главы города на стадионе школы номер один установили первые уличные тренажеры. Спустя несколько лет благодаря нацпроекту появилась возможность продолжить благоустройство этой территории. И вот тогда мы провели целую серию брейнстормингов. Это старшеклассники всех школ в таком мозговом штурме обновляли, рисовали будущее вот этого спортивного комплекса. Вот, собственно, то, что они предложили, все это нашими специалистами, инженерами, дизайнерами было упаковано. Многофункциональный комплекс «Старт» – это идея лабутнанских старшеклассников, которую активно поддержали горожане и местная власть. Название жителей города выбирали большинством голосов, а вот всю начинку центра придумали сами дети. Одной из главных задач во время благоустройства территории стала санитарная очистка города. Дворы избавились от старых сараев и заброшенных строений. Общественные экоорганизации вместе с волонтерами очистили берега протоки Вилпосыл от наследия лесоперевалочной базы. А рядом, практически на пустыре, была построена въездная зона со стеллой, парковкой и освещением. Я вот помню, когда мы мечтали, вот еще первые только встречи проводили на воротах Химала, да, мы все время говорили, что он символизирует как бы портал между прошлым и будущим. То есть в него смотришь и видишь вот эту нашу коми деревню, то есть с чего начинался город. Шестиметровая ажурная конструкция представляет собой своеобразное художественное воплощение гербала Бутнанги. Автор эскиза – наш земляк, художник Сергей Козлов. Церемония прохождения через ворота Ямала стала уже доброй традицией во время встречи гостей. Третий знаковый объект 2017 года – сквер памяти пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Этот проект родился из идеи сотрудников противопожарного отряда установить памятник героям-огнеборцам. Сам памятный знак рисовали наши лабутнанские художники, предложили, а изготовлен он был за счет средств нашей некоммерческой организации «Совет ветеранов». То есть это такой вот комплексный проект, где все, так сказать, приняли участие – и общественники, и специалисты профильные, и наши некоммерческие организации. Находясь в боевой готовности день и ночь, спасая жизни людей, пожарные порой теряют в огне своих боевых товарищей. Благодаря жителям и нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» и у лабутнанцев появилось место, где можно отдать дань уважения и памяти людям, которые пожертвовали своей жизнью ради других. Год 2018. Для города он оказался особо значимым. Семь лиственниц готовился отметить свое 150-летие. Горожане пришли к единому мнению, что лучшим подарком к празднику станет парк. К разработке нового объекта в рамках реализации нацпроекта «Городская среда» были привлечены не только эксперты рабочей группы, но и школьники, которые предложили обустроить на новой территории игровую зону. Школьники выходили, маленькие, проводили арт-пикник прямо на этом пустыре, который был за администрацией на пустыре. Проводили арт-пикник, рисовали какие зоны. Вот то, что там тропа сказок, это появилось только благодаря их предложению. У нас была группа старшеклассников, которые предлагали там вот сделать, где сейчас шахматы играют и так далее. Вот такие зоны, где можно делать активные какие-то игры уличные и так далее. Потом у нас Совет ветеранов очень много предложений давал. Вот эти буквы Лабутнанки, они вообще взяты из конкурса «Лабутнанская мозаика». Этот проект, он тоже народный. То есть сегодня можно назвать кучу общественных организаций, кучу людей, которые сдавали свои приглашения по обустройству этого парка. Инженерная подготовка территории тоже была масштабной. В проекте постарались учесть все, включая обустройство подъездов, в том числе для маломобильных людей. Парк оборудовали скамейками, мостиками, беседками. Для детей спроектировали мульт-аллею, где разместили фигуры персонажа мультфильмов. Отдельно стоящие буквы, складывающиеся в слово «Лабутнанги», стали популярной фотозоной. В центре парка установили четырехсторонние башенные часы, а под ними спрятали капсулу времени для поколения, которое будет жить в Лабутнанге через 50 лет. Не менее интересен по своему функционалу еще один объект, созданный в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды «Сквер Студенческий», который расположен вблизи филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Он также имеет современные малые архитектурные формы с подсветкой. Здесь же располагается символический камень-гранит науки и лавочки-шпаргалки, олицетворяющих стремление студента к получению знаний. В 2018 году в нашем городе появился еще один многофункциональный комплекс «Арктика». Он вырос из старого футбольного поля, реконструкция которого началась в 2015 году благодаря социальному проекту «Газпром детям». «Арктика» в том виде, в каком она сегодня есть, создавалась фактически в три этапа. Первый этап – это когда у нас появилось футбольное поле. Второй этап – это когда по запросу жителей города начали делать место для переодевания. И это место переодевания родилось и в трибуны, и в дополнение к футбольному полю. Там появилась куча всяких площадок, в том числе и для сдачи норм ГТО и так далее. Благодаря дальнейшему участию инвесторов границы комплекса расширились и в 2017 году здесь обустроили баскетбольные и волейбольные площадки, сектор для сдачи норм ГТО и прыжков в длину. Появилось административное здание и гараж. Уникальность этого объекта заключается в его универсальности. Зимой беговые дорожки трансформируются в лыжню, рядом с которой заливают каток. Поэтому в Лабутнанге объекты нацпроекта городской среды востребованы круглый год. И третий этап – это когда решили вот эти мачты красивые наши, ну вот сделать, то есть украсить этот спортивный центр, ну каким-нибудь таким эксклюзивным декором. Мачты освещения стадиона Арктика стали не просто оригинальным украшением. Во время обсуждения с лабутнанцами концепции архитектурного облика нашего города специалисты Омского института предложили горожанам точечные световые решения, которые восполнят нехватку яркости и тепла в условиях полярной ночи. Эта концептуальная идея получила название «полярные реновации» и была отмечена на всероссийском уровне, войдя в реестр лучших федеральных практик. 2019-й в Лабутнанге был объявлен годом благоустройства, поэтому реализация регионального проекта формирования комфортной городской среды в нашем городе продолжилась ударными темпами. На этот раз жители Семилиственниц проголосовали за архитектурный ансамбль дорожного кольца по улице Советская, благоустройство территории возле стадиона Арктика, дополнительное озеленение парка Юбилейный и создание пешеходной зоны по улице Дзержинского. Сквер молодежный – самый необычный и яркий объект благоустройства 2019 года. Вместо оврага здесь обустроили удобную пешеходную зону с островками отдыха и велодорожки. А главным украшением сквера стал первый на Ямале светомузыкальный фонтан, репертуар которого лабутнанцы тоже выбирали сами на портале «Живем на севере». И этот объект городской среды тоже был возведен в Лабутнанге с учетом использования в круглогодичном режиме. Летом фонтан играет разноцветными струями воды, а зимой его консервируют. Это дает возможность и снегоуборочной технике работать беспрепятственно, и освободившуюся территорию использовать дополнительно. В 2020 году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который был реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в Лабутнанге обновили еще четыре общественных территории. По улице Гагарина благоустроили пешеходную зону. А возле гостиницы «Семь лиственниц» появилось украшение в виде малой архитектурной формы, которая символизирует одно из самых красивых природных явлений – северное сияние. Одним из колоритных объектов городской среды 2020 года стал сквер Привокзальный, который расположился рядом с железнодорожной станцией. Он стал и красивым дополнением к уникальному архитектурному облику ЖД вокзала и визитной карточкой города и еще одним местом отдыха. Здесь высадили деревья, обустроили две просторные автопарковки, установили лавочки и оборудовали пешеходные дорожки. Главным украшением сквера стала скульптура оленевода. Это один из проектов инициативного бюджетирования. Ведь выбор оленеводами в позапрошлом столетии места для стойбища стал судьбоносным для десятка тысяч лабутнанцев. Еще одно место семейного отдыха в городе Лабутнанге, появившееся благодаря проекту формирования комфортной городской среды, возвели в 2020 году на пересечении улиц Дзержинского и Автострадной. Объект разрабатывали вместе с жителями. Одним из главных пожеланий родителей была безопасность. Поэтому строители использовали покрытие сразу трех видов – резиновая крошка, искусственная трава и плитка. Начинкой стали многочисленные игровые конструкции с горками и веревками, площадка для воркаута, полосы препятствий и скамейки. Многофункциональная площадка «Островок» стала настоящим островком детского счастья. К слову сказать, 2020 год ознаменовался синхронизацией проектов благоустройства. Это некое слияние проекта формирования комфортной городской среды с другими национальными проектами. Это дает возможность шире взглянуть не только на территорию, которую хотели бы благоустроить, или которые были благоустроены, но и на место поблизи этой территории. У нас первый такой проект был – это «Островок» наша, многофункциональная площадка детская. В рамках этой площадки благоустроили и территорию для детишек, и территорию домов, которые прилегают к данной площадке, находятся прямо напротив нее, Дзержинского 50 и Дзержинского 52. Провели капитальный ремонт домов, благоустроили дворовую территорию, также заменили автобусную остановку, которая тоже находится вблизи данной площадки. В 2021 году региональный проект формирования комфортной городской среды дал лабутнанцам возможность соединить две эпохи – доисторическую, населенную фигурами динозавров, и космическую, представленную макетом Солнечной системы. Сквер-орбита – показательный пример того, как можно использовать давно отживший свой век технический объект. По инициативе горожан заброшенная приемная станция связи превратилась в уникальный арт-объект. Не обошел проект городской среды и отдаленный обский микрорайон. В 2021 году там появилась современная площадка для детского досуга, которой лабутнанцы дали имя «Паутинка». Это гармоничный симбиоз игровой и спортивной зон. Региональный проект формирования комфортной городской среды, как часть национального проекта «Жилье и городская среда», позволяет не только возводить новые объекты, но и обновлять уже имеющиеся. Поэтому в 2022 году по решению лабутнанцев в городе началась реконструкция Бульвара Победы. Благодаря ей в парке оборудовали зоны для проведения разных мероприятий Городского краеведческого музея и отдела ЗАГС, облагородили территорию у Монумента Славы и газифицировали мемориальный комплекс с вечным огнем. Площадь Победы является для жителей города символом памяти о героях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Коснулся проект городской среды и поселка Хар. В 2022 году там появился сквер святых Петра и Февроньи. Он стал лучшим украшением территории у храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В его центре две скульптуры легендарных хранителей семейных уз – Петра и Февроньи. Кроме этого, на площади установили лавочки, зону торжеств и фигуры птиц-неразлучников. Обручение влюбленных пар на семейные аллеи стало уже доброй традицией. 2023 год стал итоговым в первой пятилетке национального проекта. В прошлом году преобразились две территории поселка Хар. Центральная площадь мира. По просьбе жителей сохранили ее мемориальную ценность и оформили комфортные уголки отдыха. Праздничные события ко дню поселка прошли уже на обновленной территории. С каждым годом проекты благоустройства становятся более интересными и креативными. Этнографический парк Коми-деревня – пример эксклюзивных дизайнерских решений. Более 150 лет назад здесь был основан город Семелиственниц. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» этот объект стал визитной карточкой Лабытнанги. Вся эта красота – результат большой работы. В течение полугода историческое место преображалось поэтапно. Провели монтаж магистрального водопровода, сетей водоотведения и электроснабжения. Набережную протоки Вилпосыл обустроили с учетом сезонности. Финальный штрих в преображении этнопарка – ночная иллюминация. Лабытнанский парк Коми-деревня стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лабытнанги и дальше продолжат свое преобразование. Город готов меняться к лучшему. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года действие национального проекта «Жилье и городская среда». Новые идеи по благоустройству уже готовы. С 15 марта по 30 апреля 2024 года на портале 89.gorsreda.ru стартует Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2025 году. Принять участие в голосовании может любой житель города, достигший 14 лет, который заинтересован в благополучии и развитии родного города.